Саша Саша давно просил маму подарить ему пистолет, который стреляет пистонами. Зачем тебе такой пистолет, говорила мама, это опасная игрушка. Что тут опасного? Если бы он пулями стрелял, а то пистонами. Из него все равно никого не убьешь. Мало ли что может случиться. Пистон отскочит и попадет тебе в глаз. Не попадет. Я буду зажмуриваться, когда буду стрелять. Нет-нет, от этих пистолетов бывают разные неприятные случаи. И что выстрелишь, да напугаешь кого-нибудь, сказала мама. Так и не купила ему пистолета. А у Саши были две старшие сестры. Маринка и Ирочка. Вот он и стал просить сестер. Миленькие, купите мне пистолетик. Мне очень хочется. За это я всегда буду вас слушаться. Ты, Сашка, хитренький, сказала Марина. Когда тебе надо, так ты подлизываешься и миленькими называешь. А как только мама уйдет, с тобой и не сладишь. Нет, сладишь, сладишь. Вот увидите, как я буду вести себя хорошо. Ладно, сказала Ира. Мы с Мариной подумаем. Если обещаешь себя вести хорошо, то, может быть, купим. Обещаю, обещаю. Все обещаю. Только купите. На другой день сестры подарили ему пистолет и коробку с пистонами. Пистолет был новенький и блестящий. А пистонов было много. Штук пятьдесят. Или сто. Стреляй хоть весь день. Не перестреляешь. От радости Саша прыгал по комнате. Прижимал пистолет к груди. Целовал его и говорил. Миленький мой, хорошенький пистолетик. Как я тебя люблю. Потом он нацарапал на ручке пистолета свое имя. Начал стрелять. Сразу запахло пистонами. А через полчаса в комнате стало синё от дыма. Довольно тебе стрелять, сказала, наконец, Ира. Я каждый раз вздрагиваю от этих выстрелов. Трусиха, ответил Сашка. Все девчонки трусихи. Вот, отнимем у тебя пистолет. Тогда узнаешь, какие мы трусихи, сказала Марина. Сейчас я пойду во двор и буду пугать ребят пистолетом, заявил Сашка. Он вышел во двор, но ребят во дворе не было. Тогда он побежал за ворота, и вот тут-то случилась эта история. Как раз в это время по улице шла старушка. Сашка подпустил её поближе и как бабахнет из пистолета. Старушка вздрогнула и остановилась. Потом говорит. Уф, как я испугалась. Это ты тут из пистолета палишь? Нет, сказал Сашка и спрятал пистолет за спину. Что ж, я не вижу, что у тебя пистолет в руках. Ещё врать вздумал, бессовестный. Вот я пойду, заявлю в милицию. Она погрозила пальцем, перешла на другую сторону улицы и скрылась в переулке. Вот так штука, испугался Саша. Кажется, на самом деле пошла в милицию жаловаться. Он запыхавшись прибежал домой. Чего ты запыхался, будто за тобой волк гонится? Спросила Ира. Это я так просто? Нет, ты уж лучше скажи. Сразу видно, что чего-нибудь натворил. Да ничего я не натворил. Просто так. Ну, напугал бабку какую-то. Какую бабку? Ну, какую-какую? Обыкновенную. Просто шла по улице бабушка. А я взял да и выстрелил. Зачем же ты выстрелил? Сам не знаю. Идёт бабушка. Дай, думаю, выстрелю. Ну и выстрелил. А она что? Ничего. Пошла в милицию жаловаться. Вот видишь, обещал вести себя хорошо. А сам что наделал? Ну, я же не виноват, что бабка попалась такая пугливая. Вот придёт милиционер, он тебе покажет бабку, пригрозила Ира. Будешь знать, как людей пугать. А как он меня найдёт? Он ведь не знает, где я живу. Даже имени моего не знает. Найдёт. Будь спокоен. Милиционеры всё знают. Целый час. Саша просидел дома и всё выглядывал в окно. Не идёт ли милиционер. Но милиционера не было видно. Тогда он понемногу успокоился, развеселился и сказал. Наверное, бабушка меня просто попугать хотела, чтоб я не баловался. Он решил снова пострелять из своего любимого пистолета и сунул руку в карман. В кармане лежала коробка с пистонами. Но пистолета не было. Он полез в другой карман. Но и там было пусто. Тогда он принял себя искать по всей комнате. Смотрел и под столами, и под диваном. Пистолет исчез, будто провалился сквозь землю. Саше стало обидно до слёз. Не успел даже поиграть, хныкал он. Такой пистолетик был. Ну, может быть, ты его во дворе потерял, спросил Ира. Наверное, я его там за воротами выронил, сообразил Саша. Он открыл дверь и бросился через двор на улицу. За воротами пистолета не было. Ну, теперь его уже нашёл кто-нибудь и взял себе. С досадой подумал Саша. И тут вдруг увидел, что из переулка напротив вышел милиционер и быстро зашагал через улицу прямо к Сашиному дому. За мной идёт. Видно, бабка таки нажаловалась. Испугался Саша и стремглав побежал домой. Ну, нашёл, спросили его Маринка и Ирочка. Тише, прошипел Сашка. Милиционер идёт! Куда? Сюда, к нам! Где ты его видел? На улице! Марина и Ира стали над ним смеяться. Эх ты, трусишка! Увидел милиционера и испугался? Может быть, милиционер совсем в другое место идёт? Да и я вовсе и не боюсь его, стал храбриться Сашка. Чё мне милиционер, подумаешь? Тут за дверью послышались шаги. И вдруг зазвонил звонок. Маринка и Ира побежали открывать дверь. Сашка высунулся в коридор и зашипел. Не открывайте ему! Но Марина уже отворила дверь. На пороге стоял милиционер. Блестящие пуговицы. Так и сверкали на нём. Сашка опустился на четвереньки и полез под диван. Скажите, девочки, где здесь шестая квартира? Послышался голос милиционера. Это не здесь, ответила Ира. Здесь первая. А шестая? Это нужно выйти во двор, а там дверь направо. Во дворе дверь направо, повторил милиционер. Ну да. Саша понял, что милиционер вовсе не за ним пришёл. И он уже хотел вылезти из-под дивана. Но тут милиционер спросил. Кстати, не у вас тут живёт мальчик Саша? У нас, ответила Ира. А вот он-то мне как раз нужен, сказал милиционер и вошёл в комнату. Марина и Ира вошли вместе с милиционером в комнату и увидели, что Сашка куда-то исчез. Марина даже заглянула под диван. Сашка увидел её и молча погрозил ей из-под дивана кулаком, чтобы она не выдавала его. Ну, где же ваш Саша? Спросил милиционер. Девочки очень испугались за Сашу и не знали, что отвечать. Наконец, Марина сказала. А его, понимаете, дома нет. Он, понимаете, гулять ушёл. А что вы про него знаете? Спросила милиционер Ира. Что же я знаю? Ответил милиционер. Знаю, что зовут его Саша. Ещё знаю, что был у него новенький пистолет. А теперь у него этого пистолета нету. Всё знает, подумал Сашка. От страха у него даже зачесалось в носу, и он как чихнёт под диваном. Ау-чхи! Кто это там? Удивился милиционер. А это у нас... Это у нас собака, соврала Маринка. А чего же она под диван забралась? А она у нас всегда под диваном спит, продолжала сочинять Марина. Как же её зовут? Эм... Бобик! Выдумала Маринка и покраснела, как свёкла. Бобик! Бобик! Засвистел милиционер. Почему же она не хочет вылезать? Ишь ты, не хочет. А собака хорошая? Какой породы? Эм... Протянула Маринка. Эм... Она никак не могла вспомнить, какие бывают породы собак. Породы это вот... Сказала она, как её... Хорошая порода. Глинношёстный в экстерьер. О! Это замечательная собака! Обрадовался милиционер. Я знаю! У неё такая волосатая морда. Он нагнулся и посмотрел под диван. Саша лежал ни жив, ни мёртв и во все глаза глядел на милиционера. Милиционер даже свистнул от изумления. Так вот тут какой фокстерьер! Ты чего ж под диван забрался, а? Ну-ка, вылезай! Теперь всё равно попался! Не вылезу! Заревел Саша. Почему? Вы меня в милицию заберёте! За что? За старушку! За какую старушку? Ну, за которую я выстрелила! Она испугалась! Не пойму. Про какую он тут старушку толкует? Сказал милиционер. Он на улице из пистолета стрелял, а мимо шла бабушка и испугалась, объяснила Ира. А-а-а! Вот что! Значит, это его пистолет! Спросил милиционер и достал из кармана новенький, блестящий пистолет. Его, его обрадовала Сира. Это мы с Мариной ему подарили, а он потерял. Где вы его нашли? Да вот тут во дворе, в вашей двери. Ну, признавайся! Зачем напугал бабушку? Спросил милиционер и нагнулся к Саше. Я нечаянно, ответил Саша из-под дивана. Неправда? По глазам вижу, что неправда. Вот скажи правду, отдам пистолет обратно. А что мне будет, если я скажу правду? Ничего не будет. Отдам пистолет и все. А в милицию не заберете? Нет. Я... Я не хотел напугать бабушку. Я только хотел попробовать. Испугается она или нет? А вот это, братец, нехорошо. За это тебя следовало бы забрать в милицию. Да ничего не поделаешь. Раз обещал не забирать, значит, должен исполнить. Только смотри, если еще раз на беда куришь, обязательно заберу. Ну, вылезай из-под дивана и получай пистолет. Нет. Я лучше потом вылезу, когда вы уйдете. Вот чудной какой, усмехнулся милиционер. Ну, я ухожу. Он положил пистолет на диван и ушел. Маринка побежала показать милиционеру шестую квартиру. Саша вылез из-под дивана, увидел свой пистолет и закричал. Вот он, мой голубчик! Снова вернулся ко мне! Он схватил пистолет и сказал, Не понимаю только, как это милиционер мое имя узнал. Ты ведь сам написал свое имя на пистолете, сказала Ира. Тут вернулась Марина и набросилась на Сашу. Ах ты, чучело! Из-за тебя мне пришлось милиционеру врать. От стыда я чуть не сгорела. Вот натвори еще что-нибудь. Ни за что не стану тебя выгораживать. А я и не буду больше ничего творить, сказал Саша. Сам теперь знаю, что не нужно людей пугать. Саша. Саша. А. КОНЕЦ ЭКЛИЙМА